Это новости на телеканале Санкт-Петербург. Меня зовут Александра Вараксина. Здравствуйте, и вот о чем расскажем. Санкт-Петербург Марина привлечет в город более 1 миллиона 300 тысяч туристов. Расскажем, когда берег Финского залива преобразится в полноценный туристический кластер. В программе полноценное школьное обучение, возможность дополнительного образования, комфортное проживание, медицинские услуги. Более 700 детей из Белгородской области и их учителя сегодня приехали в Петербург. Как возрождают символы северной столицы, специалисты завершают реконструкцию фонтанов из Румянцевского сквера. Более 700 детей из Белгородской области и их учителя приехали сегодня в Петербург. Школьников и педагогов встречали на Ладожском вокзале. С начала четверти у них стартует полноценное обучение в общеобразовательных учреждениях города. Ребята обеспечат питанием и медицинскими услугами. Кроме того, у детей будет возможность дополнительно выбрать кружки и секции, которые работают на базе районных учебных учреждений. Мария Гончарова встречала ребят. Поиграть на гитаре, пообщаться с друзьями или просто созерцать виды из окна. Часы в дороге пролетели незаметно. На перроне Виктория Фоминова уже расплывается в улыбке. В северной столице она впервые и о поездке в город на Неве грезила давно. Доехали замечательно. Проводники относились к нам с заботой и вниманием. Хотели бы увидеть Эрмитаж, Пушкинский лицей и саму экскурсию по городу. На протяжении всего пути в поезде дежурили врачи, а сопровождающие больше 60 человек следили за комфортом ребят, обеспечили питание и поддержку. Было все комфортно, все было хорошо. Дети получили горячее питание, в дороге никаких проблем не было. Наши дети уже в поезде начали улыбаться. Планы очень большие. Хотелось бы детям показать культурную столицу, чтобы наши дети улыбались, смеялись, радовались солнцу. У каждого свои планы на это путешествие. Хотят посетить музеи и театры, а также увидеть достопримечательности в пригородах. Я в Петербурге не первый раз, но места для посещения у меня все еще много. Я бы очень хотела посетить Зимний дворец и Кунсткамеру. Я ожидаю чего-то нового, чего-то красивого, чего-то классного. На Ладожский вокзал прибыли более 730 ребят. Ранее с просьбой принять их в Петербурге к губернатору Александру Беглову обратился губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Детей город встречает со всей гостеприимностью. Для каждого организуют полноценное питание, медицинское обслуживание и культурную экскурсионную программу. Кроме того, помогать в адаптации будут и учебные учреждения города. Волонтеры петербургских организаций четко спланировали маршрут. Группы детей развезли к местам размещения. Для этого в разных районах подготовили базы, общежития и гостиницы. Город очень красивый, когда мы ехали, увидели. И тоже приняли нас очень так хорошо и приятно было очень. Уютно тут, хорошо. Мы уже определили план работы с нашими детьми. И не только мы, потому что Калининский район, все молодежные организации Калининского района, они все будут работать с нашими ребятами. Завтра наши ребята уже поедут на экскурсию по городу. К процессу подключились и вузы. Например, в педагогическом университете имени Герцена студенты и педагоги всех факультетов продумывают образовательную программу. Мы берем на себя вопросы, связанные непосредственно с содержанием деятельности детей. То есть это занятия, это культурная программа, экскурсии, встречи с интересными людьми, занятия в различных секциях. В распоряжении детей будут университетская библиотека, компьютерные классы, лаборатории по школьным предметам, включая химию, физику, зоологию. Точно так же открыты двери для ребят и в школах Петербурга. Рады будут каждому без исключения. Мария Гончарова, Вероника Озерова, Михаил Кацман, Сергей Улитин, Петр Калядин. Новости, телеканал Санкт-Петербург. К новому учебному году около 90% школ Петербурга будут оснащены современными лабораториями. О будущем российского образования говорили сегодня в атриуме главного штаба в рамках Петербургского международного образовательного форума. В пленарном заседании вместе с педагогами со всей страны и за рубежа принял участие Александр Беглов. Акцент на воспитании новых профессиональных кадров, начиная со школьной скамьи, на этом акцентировал внимание губернатор. Александр Громов расскажет. На поиски новых методик образования в Петербург приехали 35 тысяч учителей, воспитателей, преподавателей. Северная столица, по их мнению, образец для коллег со всей страны. Вы знаете, в своем послании президент наш Владимир Владимирович Путин объявил новый национальный проект. Один из них, который мы сегодня и будем рассматривать, это кадры. Мы что начали делать? Мы начали создавать спецлаборатории в школах. Химия, физика, математика, биология, астрономия, ну и, конечно, гуманитарные предметы. Систему таких лабораторий, по словам экспертов, необходимо распространить по всей России, особенно в малых городах. В Академии образования готовят программу, которая специалистов из мегаполисов привлечет в сельские школы. Мы уже говорим о практическом применении, чтобы учителя, которые вывезли достойный пенсионный отдых, могли поехать, допустим, по договору в тот и иной регион для того, чтобы там подписать договор о работе. И там отдавать свои силы, свои знания и умения, как раз в тех самых сельских школах, в которых идет такая большая нехватка. Для подготовки молодых учителей по физике, математике, по словам Ольги Васильевой, необходимо усложнить вступительные экзамены в педагогические вузы по точным наукам, а в самих школах наладить связи с университетами, по примеру, Петербурга. Наши преподаватели, взаимодействие с учителями, понимают, кого они получат. И школьники, приходя в университет на предпрофессиональный цикл, например, или на экскурсионные треки, или на конференции научные, они тоже уже понимают, что их ждет. В северной столице подростки не только знакомятся с высшей школой, в классах приобретают первую профессию еще до сдачи ЕГЭ, они могут получить аттестат лаборанта или пройти практику на одном из ста крупных предприятий Петербурга. Вузовские преподаватели должны в большей степени, может быть, приходить в систему общего образования, дополнительного образования. Вот это очень важно. Наши ребята должны видеть физиков, химиков, биологов, тех, кто сегодня на передовом крае науки. И этим специалистам будет где раскрыть свои таланты. До конца года 90% школ получат современные лаборатории. С дальнейшим трудоустройством проблем тоже не возникнет. За последние пять лет в городе открыли почти 50 тысяч новых рабочих мест. А уровень безработицы самый низкий в России. Александр Громов, Юрий Юхнины, Дмитрий Недодаев. Новости телеканал Санкт-Петербург. Председатель законодательного собрания Александр Бельский провел встречу с уполномоченным по правам ребенка Анной Митяниной членами детского общественного совета. Собрание в Мариинском дворце прошло в неформальной обстановке. Александр Бельский ответил на интересующие ребят вопросы. Как личные о карьере и семейной жизни, так и рабочие о наполнении городского бюджета. И отметил, что законодательное собрание стремится к открытости и прозрачности в своей работе. Мы в законодательном собрании, вот уже с коллегами несколько лет, пытаемся идти в достаточно таком открытом формате. Хотели бы, чтобы законодательное собрание превратилось в такую площадку, где можно вести диалог, где можно общаться, где можно обозначить какие-то проблемы или задачи, с которыми мы можем идти совместно. На память об этой встрече Александру Бельскому подарили символ уполномоченного по правам ребенка. Дополнительный турпоток в город сможет составить более 1 миллиона 300 тысяч человек в год благодаря реализации проекта «Санкт-Петербург-Марина». Приблежный кластер создаст порядка 7 тысяч новых рабочих мест и даст импульс для развития прилегающих территорий. Об этом губернатор Александр Беглов рассказал во время совещания по реализации федерального проекта «Пять морей», которое провел президент Владимир Путин. Как преобразится берег Финского залива, узнала Александра Корнева. Береговая линия более 4 километров, песчаные пляжи и самая современная инфраструктура для комфортного отдыха. Уже к 2030 году побережье Финского залива преобразится. На площади 160 гектаров разместят общественные пространства, гостиницы, спортивные объекты, водные аттракционы с круглогодичным бассейном, историческую верфь Полтава, комплекс киноиндустрии и многое другое. Новый морской курорт обещает стать одним из лучших в России. Проект «Пять морей» расширяет возможности для отдыха на природе, занятий спортом. Туристический кластер «Санкт-Петербург-Марина», как мы его назвали, планируется создать на территории бывшей строительной площадки «Горская». Место историческое. Здесь начинался комплекс защитных сооружений, кольцевая дорога. Но одновременно это и побережье Финского залива, рядом лес. Будущий курорт сможет принимать более 1 миллиона гостей в год. Для их удобства сейчас идет активная работа по увеличению пропускной способности аэропорта Пулково. Поможет и высокоскоростная железнодорожная магистраль «Санкт-Петербург-Москва». До станции «Горская» продлят трассу М11 и свяжут ее с кольцевой автодорогой. Все это позволит отдыхающим быстро добираться до центра города, московского вокзала и воздушной гавани. Как работает, мы ее развиваем. Вот эти развязки улучшают поток непосредственно по этой транспортной магистрали. Две развязки по тепловодам через дорожные пути. Уже строим первую очередь трассы дублера Приморского шоссе М32 с развязками и с подключением к западному скоростному диаметру. Туризм открывает новые перспективы для развития, для создания рабочих мест, для расширения предпринимательской творческой инициативы. Нужно эти возможности эффективнее использовать. Вклад внутреннего туризма в ВВП страны должен вырасти вдвое, до 5%. К реализации проекта планируют приступить уже в начале следующего года. По словам президента, на развитие туризма в той или иной мере будут работать все национальные проекты. Например, инфраструктура для жизни, которая предполагает благоустройство набережных, парков, скверов, исторических центров. Как говорил в послании Федеральному собранию, до 2030 года предстоит почти вдвое, до 140 миллионов увеличить число ежегодных путешествий по стране. А для этого расширять именно доступное предложение разнообразных туристических услуг, что называется, на любой вкус, чтобы граждане могли увидеть уникальную природу России. Для создания туристического кластера Санкт-Петербург-Марина уже внесли необходимые изменения в генеральный план. Общий объем инвестиций около 210 миллиардов рублей. Как отметил губернатор Александр Беглов, реализация проекта позволит Петербургу стать самым популярным туристическим городом России. Кроме того, новый курорт даст импульс развитию соседних территорий и возможность привлечь не менее 800 миллиардов рублей дополнительных инвестиций. Александра Корнева, Анатолий Рябинко, Новости, телеканал Санкт-Петербург. Траулер капитана Бакумов сегодня спустили на воду. Шестое судно проекта 170-701 построили корабел из завода «Северная верфь». Траулер-процессор будет добывать сельце, ментай, треску, пикшу в Северной Атлантике и на Дальнем Востоке. На борту будет работать фабрика по переработке рыбы и морозильное оборудование. Гостей церемонии из овачан от имени главы Петербурга Александра Веглова поздравил вице-губернатор Кирилл Поляков. Это, конечно, и замечательное событие для будущих пользователей этого корабля, потому что Россия, как поставил задачу перед нами президент, должна в полном объеме уйти от импортозависимости и стать технологически независимой державой. Для Санкт-Петербурга любое событие, связанное с кораблестроением, это событие особо волнующее. Капитан Абакумов будет добывать и перерабатывать около 150 тонн рыбы в сутки. Всего на «Северной верфи» построят 10 траулеров этого проекта. Петербургские реставраторы продолжают реконструкцию фонтанов из Румянцевского сквера. Специалисты уже почти очистили их от старого покрытия и коррозии. В ближайшее время приступят к устранению дефектов и восстановлению утраченных элементов. «Элементов подвоссоздания достаточно большое количество. Больше всего пострадал, конечно, западный фонтан. На нем отсутствуют детали, все, что выше скульптурной группы, выше пути. Отсутствует достаточно большая чаша фонтана. Также то, что его венчает, верхний вазон. Но хорошо, что у нас есть прямой аналог – это восточный фонтан». По поручению губернатора Петербурга работы по возрождению фонтанного фонда ведутся с 2019 года. За пять лет специалисты водоканала уже восстановили 43 водных сооружения. Как отметил Александр Беглов, фонтаны – один из символов северной столицы. Неотъемлемая часть истории города и его неповторимого архитектурного стиля. Наше общее достояние, которое мы должны сохранить и передать будущим поколениям. Работа по восстановлению водных сооружений продолжится и в этом году. «Это комплексная история, которая предполагает себя и замену инженерного оборудования, в том числе и выполнение капитального ремонта, в том числе и косметические работы по восстановлению или созданию утраченных элементов фонтанов». Фонтаны «Абрумянцевский сквер» вернутся в этом году. Также в ближайшее время начнется восстановление еще четырех городских фонтанов, расположенных на лесном проспекте, проспекте Стачек, Маховой улицы и набережной Фонтанки. Комплекс ухода и питания для деревьев, чтобы минимизировать вред от автодорог и продлитие жизни растений, подбирает садово-парковое предприятие «Южное» для пилотного. Участка выбрали липовую аллею на разделительной полосе Московского проспекта. На одной из главных и загруженных магистралей города зеленые насаждения, подверженные наибольшей техногенной нагрузке. Мы решили сделать анализ почвы и на основании этого анализа нашли вот такой вот препарат, удобрение «Фосфогипс», который применяют и в сельском хозяйстве для улучшения структуры почвы. Ну и, соответственно, мы решили попробовать, как говорится, на себе. Еще осенью на Алиповой аллее «Фосфогипс» был внесен для улучшения качества почвы. Он увеличивает воздуха и водопроницаемость и создает благоприятные условия для увеличения полезных микроорганизмов в почве. В результате улучшается развитие корневой системы растений, а элементы питания лучше усваиваются. Такие были новости к этому часу. Прямо сейчас в этой студии мой коллега Аркадий Широградский с новостями экономики. Аркадий, добрый вечер. О чем расскажешь? Александра, приветствую, уважаемые зрители. Конечно, фонтаны и деревья украшают наш город. А какой эта красота имеет экономический эффект? Об этом в выпуске, который я начинаю.